о какой дом старый люди давно-давно посадили эти березки березки выросли превратились в деревья у нас кипарисовое озеро сука очень красивая вода ушла здравствуйте друзья это анапа сегодня 13 ноября 2020 года мы с машей в алексеевке находимся идем с поликлиники мы в алексеевке бываем только когда ходим поликлинику вот и признаться давно здесь не были что здесь интересного вот там женщина выставила цветы продает вот она там букеты у нее несколько букетов стоят вот ну и в остальном ну что вот осень осень маша говорит надо быстрее бежать домой потому что ей надо еще делать уроки о какой дом старый проходим мимо магазина сначала планировали весь рыбок докупить но вот маша говорит нет надо бежать домой делать уроки вот а у нас рыбки случился мор массовый и осталось только две рыбки один не он и одна рыбка до него еще виноград кое-где сохраняется у меня друг переехал ну два друга переехали вот в этом году в краснодарский край один андрей вы его знаете я периодически снимаю ролики с его участием и эта рубрика называется привет андрей а первый первым приехал толя но он правда не сюда приехал а хутор ленина это недалеко от краснодара вот и вот недавно мы с ним разговаривали по телефону вот еще что-то строят недавно разговаривали по телефону и он рассказал как он там обустраивается он сейчас строит дом для своей сестры и это и основное его занятие сам он живет тоже в небольшом домике там же рядом вот но и строит дом побольше планирует устроиться на работу у него много специальностей он на все руки мастер он и штукатур и плотник и на мышей охотник вот в алексеевке конечно много таких уголков вот еще и розы это ленинградская 36 так вот виноград я почему про толика вспомнил потому что у него сад он там перечисляет очень много всяких деревьев всяких деревьев и говорит виноград у него есть и он будет виноград еще висит он даже его еще не убирал вот сорт лидия вот никогда ему а вообще ну там он конечно в восторге что так тепло что столько фруктов можно выращивать вот ну и андрей тоже позванивает все нормально я с ним правда не встречался после того как он получил свою первую зарплату но обязательно встречусь мы сделаем с ним ролик ну а в планах у меня в планах у меня друзья мои собачка там в планах сделать наконец-то презентацию книги стихов смотрите вот такая такой такой березничок вот люди давно давно посадили эти березки березки выросли превратились в деревья целую маленькую маленькую такую рощицу скверик вот хорошо когда люди думают о будущем вот и сейчас кстати сколько всяких деревьев интересных я вот такими всегда любуюсь домами старыми это вот такой анапский домик раньше анапа такая была вся тут тоже такой полок из винограда так вот люди думают о будущем думали о будущем когда высаживали эти деревья вот в анапе очень много конечно старых деревьев там платаны дубы каштаны сейчас вот я не слышал чтоб там каштаны выращивали почему-то ну как-то нет а все объясняется тем друзья мои что в советское время в 70-е годы и раньше были плановые посадки именно был озеленение городов было плановое а в 90-х годах в 90-х годах все это конечно прекратилось и стали заниматься точечным таким ландшафтным дизайном вот а такое вот что-то плановое крупномасштабное вот еще кстати тоже вот ну замечательно же замечательные березы а тут еще и вот какой-то кустарник с такими ягодами вот такими небольшими оазисами встречаются вот и свой вот люди которые это высаживали вспоминаешь их с благодарностью сейчас такого нету сейчас конечно высаживают но как-то и мало мы видим каких-то субботников чтобы там кто-то вышел дерево посадил вот да и это нельзя делать час самостоятельная посадка дерева считается нарушением там всевозможных инструкций законов в общем это дерево еще ты дерево посадил тебя могут еще и привлечь вот вот а мы уже дошли почти до дома это уже улица крестьянская друзья мои улица крестьянская и вот здесь сделали новый пешеходный переход это вот дом 26 на где наша старая квартира пешеходный переход вот это улица терская получается что вот здесь там пешеход от на крымской закрыли но вот в целом и все вот мы и пришли я немножко рассказал вот о истории озеленения вообще проблеме озеленения городов сейчас а я еще не забыл сказать что у нас кипарисовое озеро сука очень красивая но с ним случилась беда и вода ушла то есть это не из-за того что дождей не было а вода просто ушла просто вы ушла вода в результате ну вот каких-то изменений геологии так скажем вот и кипарисы неизвестно теперь они выживут не выживут вот эти прекрасные кипарисы вот фотография сейчас ставлю сейчас они будут в таком виде то есть корни оголились вот но как-то природа она имеет такое свойство возрождаться и экологи ученые заметили что в этом году как раз когда вот именно вода ушла кипарисы дали много семян эти семена проросли и сейчас их значит вот эти маленькие росточки кипариса переносят в другие места в частности в геленджике вот решили высадить кипарисы еще где-то ну жизнь продолжается что-то умирает а что-то живет чего и вам желаю в это непростое время пандемии будьте здоровы живите богато ну а мы вот дошли уж до нашей до хаты всего доброго вам маша спешит можно сказать делать уроки ставьте лайки подписывайтесь на мой канал время на часах крымского вала без пяти одиннадцать ой без пяти десять просто я это сам время поторопил пока